От многократной стирки любимая вещь становится сухой, грубой и даже чёрствой? Мы больше не созданы друг для друга! Попробуйте гель для стирки LAM. Он эффективно удаляет загрязнение и сохраняет структуру ткани мягкой и нежной. Гель для стирки LAM. Бережная чистота. Попробуйте вместе с кондиционером LAM. Крутитесь, как белка в колесе, а другая жизнь так и манит? Хотите сменить хрущёвку на загородный дом? А загородный дом на элитную квартиру? А элитную квартиру на юрту в чистом поле? В нашем проекте возможно всё! Купать детей три дня не будем. Посмотрим красоту, я брат... Никита, блин, ты чё взглянул, что ли? В новом сезоне домами меняются не только россияне, но и иностранцы. Японцы. Русский с японцем, братья наверх. Панамцы. Голландцы. Африканцы. Остановим колесо. Вырвемся из рутины. Вперёд, вперёд! И вперёд к обмену домами. Баудить. Козы! Ну где же они? Знакомьтесь, это русско-итальянская семья Бальони. 53-летняя Микеле и 35-летняя Татьяна. У них двое детей – Таисия и Джан Луинджи. Но живут они не в России и даже не в Италии, а в доме-шале в Панаме. Мы семья Бальони. И мы живём в настоящей джунгле в вечном лете. Семь лет назад Бальони жили на родине мужа, но темперамент мешал Микеле посвятить себя какой-нибудь одной стране. И поэтому он решил – его семье пора перебраться ближе к экватору. Мы лежали у бассейна в Италии, и я сказал тогда Тане, что дела идут не очень, и надо перебираться в другую страну. Я говорю, слушай, есть такая страна, она называется Панама. Поехали туда и посмотрим, потому что климат идеальный. Мы рискнули, и когда приехали сюда, просто влюбились в эту землю. В Италии Татьяна впервые оказалась 12 лет назад, когда ещё была студенткой и жила в Воронеже. Тогда она и представить не могла, что обычная экскурсионная поездка закончится замужеством и Панамой. Она переходила дорогу с мамой, и я опешил от этой красоты раз и навсегда. Перешла дорогу, он остановился, и в конце концов, вот, оказалась женой итальянского аристократа с голубых кровей. Русские женщины лучше всех, правда? Девушкам на заметку. Приедете в Италию, почаще ходите туда-сюда через дорогу. Здесь аристократов и принцев по несколько штук на один квадратный километр. Татьяне достался настоящий маркиз. И Микеле оправдал ожидания Татьяны. Сейчас они живут в самом настоящем поместье площадью 8 квадратных километров. То есть на этой территории можно уместить почти весь исторический центр Москвы. Семья Жабальони живет здесь в одиночку, в огромном доме площадью в 300 квадратных метров. С двумя ванными, двумя спальнями, огромной кухней, гигантским патио и прекрасным тропическим садом. И стоит это великолепие 400 тысяч евро или 26 миллионов рублей. Дом мы построили абсолютно нашими руками, полностью, от А до Я, вплоть до подставок для стаканов. Для меня самое ценное в доме – это бензопила, потому что с ее помощью я построил этот дом. Около ста деревьев ушло на этот дом. Одна из пилорам даже отрезала мне палец, пришлось пришивать. Он переживал мой палец, мой палец. Я говорю, Мик, я тебя без пальцев люблю. К счастью, пришивать пальцы в Панаме умеют. Маркиза происшествия не остановила, и он продолжил строить. В доме закипела жизнь. Пожалуйста, мне сорви лайм один, лучше на первом дереве. У нас есть лаймы, у нас есть мандарины, папайя, кофе, целая линия манго, очень много бананов, много деревьев, авокадо. Ух, ребят, сколько она падала тут! И чтобы еда и остальные блага падали не только с неба, но и из других источников, Микеле занимается онлайн-трейдингом. Отличная работа. И деньги капают, и никуда не надо ездить. Дети ходят в школу в соседнем городе, а Татьяна охраняет семейный очаг от набегов насекомых. А в Панаме их 25 тысяч видов. Вечно я все это должна делать. Может, ты мне поможешь? Я работаю. Я знаю, что ты работаешь. Меня уже это достало все. Нужно мне хоть секунду покоя. Но не надо думать, что Микки только и делает, что трейдерит на диване. Он каждый день осваивает прилегающие к дому джунгли. А разрастается тропический лес с бешеной скоростью. В джунглях жизнь вообще нужно быть очень осторожными. Мы к этому долго привыкали. В нашем доме мы очистили всю территорию, подрезали траву. Поэтому чисто и на данный момент у нас риск снижен до минимума. Только переступаешь за забор, там джунгли. Там есть действительно опасность. Это змеи, это скорпионы, это тарантулы. Надо постоянно чистить территорию от всех растений, тогда змеи не подползут к дому. Со змеями и тарантулами вроде справились. А вот с вечным стремлением папы к переездам совладать куда сложнее. Ему вечно нужно менять. Ему нужно с одной точки, с другой перемещаться. Ему уже надоело. Ему нужно куда-то ехать, куда-то бежать. Мы за 12 лет поменялись в 7 стран. Дети говорят на 4 языках. Русский, итальянский, испанский, португальский. Говорите со мной по-итальянски, чтобы не забывать язык. Тебе бы папа научиться лучше на русском говорить. Мне, наверное, более стабильности хочется. Не могу оставаться на одном месте. Через 4-5 месяцев уже хочется что-то поменять. Мне хотелось бы где-то присесть, остановиться и уже более углубиться в жизнь. Нет, пока мы молодые, надо двигаться по миру. Я не хочу надолго задерживаться на одном месте. А она зануда. Чтобы разрешить спор между итальянским авантюризмом и русской оседлостью, Бальони решились на трехдневный эксперимент по обмену домами. Семье сообщили, что они полетят в Россию, но вот куда именно, не сказали. Смотришь «Беременна в 16» и другие жизненные реалити? У нас для тебя большая новость. Проекты канала «Ю» будут выходить на новом YouTube-канале. Там ты сможешь найти все новые выпуски всех топовых хитов. Переходи на канал «Мама в 16», подписывайся и смотри любимые реалити в любое время. Только тут и раньше всех. А это семья Сидоровых. 57-летние Михаил и Тамара. И их дети. Максиму 30, Арине 20. Они живут в одном из самых древних и красивых регионов России. Мы семья Сидоровых. Живем в Татарстане, поселке Богатый Ключ. Мы живем среди пчел, коз и буйная растительность вокруг нас. То, что у Сидоровых должно быть много коз, это и ежу понятно. Но не козами едиными, а еще есть Сидоровы пчелы, Сидоровы куры, индюки, два кота, собака и большое Сидорово хозяйство, за которым нужно следить круглые сутки. Мы раньше жили в городе, началась перестройка, изменился образ жизни страны и отразился на нас тоже. Приехали в деревню, купили дом. Сначала мы только на лето приезжали сюда, а сейчас круглый год живем из-за животных. Так за 30 лет скромная дача превратилась в 100-метровый дом стоимостью в миллион рублей. Тут есть большой зал, гостевая комната, туалет с ванной, кухня, веранда, баня на участке, пруд с рыбами и внушительное хозяйство. Одних дойных Сидоровых коз 17 штук, а еще 30 козлят, не говоря уже о птицах. В общем, в зоопарк Сидоровым можно не ходить. Можно сказать, мы четвером этот дом построили. Наши дети с малых лет помогали, росли, приучались к труду. Мы все делаем своими силами. Даже сейчас наш дом находится в процессе строительства. А вместе с Сидоровыми свои дома строят и их пчелы. Пчеловодческое хозяйство – гордость семьи. Вот ротные дети уже бегают, чувствуют, что им скоро не сладко будет. Мужская доля вот такая. Нужен, пока нужен. Очень нравится заниматься пчелами. Да, пчелами работают очень интересно. И очень интересно. Если зайдешь к пчелам утром, то до вечера не выходишь оттуда. Я пчел своих люблю. Насекомые интересные. А начиналось все с трех кур. Я помню, как мы купили первых кур в Самаре. В арифметической прогрессе все разрасталось и сейчас уже превратилось в ферму. Да, у нас все свое. Куры, козы нас выручают. И сыр, и масло, и творог. В изобилии, можно сказать, спасибо им. Излишки даже продаем. Козье молоко считаем очень полезное. Сейчас накрутим сметанки. Молочные продукты надо обрабатывать. Срок хранения короткое. Поэтому там очень требуется в какой-то степени даже педантичность. Дети пока еще не так педантичны, как мать. Но жизнь на ферме им нравится. И Максим с Ариной помогают родителям, как могут. Я занимаюсь продажей молочной продукции, которую мы получаем от Коз через социальные сети. Опять снимаешь? Да, надо. Выкладывать же. Давай меня тоже посними с ней. Зачем? Тебе можно меня взять, что ли? Ну давай, может, попозже я сейчас доделаю. Ну ладно уж, доделай. Тут жалко, что ли. Желание, мечта, конечно, это все более автоматизировать. Мечта и о сыроварне, о большом сыроварне. Но сыроварню своими руками Тамаре с Михаилом не построить. Вот если бы дети помогли. Но они хотят строить не сыроварню, а свою личную жизнь. Желание детей должно быть. Они заняты другими делами, у них не получается. И поэтому у нас пока на этом точка стоит. Максим, у нас что-то там опять дальним аппаратом. Я не знаю, сколько можно уж говорить. Давай придумаем что-нибудь. Потихоньку, постепенно все делаем. Ух, сынок, как всегда, одно и то же. Говоришь, 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 говоришь. Постепенно дела решаются. У мамы много идей. Мы стараемся, конечно, их все реализовывать. Но у нас и у самих есть и бизнес, и своя семья. И мы стараемся, конечно, разрываться, но не всегда получается. Максим владелец центра дошкольного образования. Арина занимается продажами через интернет. Михаил поддерживает и детей, и новые технологии. Тем более, что он сам устал от бешеного ритма жизни жены. Я участвую в этом проекте, чтобы отвлечь Тамара от этой рутинной работы. Мы ей говорим, что можно чуть-чуть поменьше работать. А она обижается на эти слова и думает, что мы не ценим то, что она делает. Мы хотим перевоспитать нашу маму, чтобы она больше отдыхала. И вот что интересно. Мама считает, что благодаря проекту «Обмен домами» она сможет убедить детей заняться хозяйством с полной отдачей. А дети надеются усмирить рабочий пыл своей мамы. Посмотрим, чья возьмет. В любом случае, это будет незабываемая поездка. Сегодня мы на московской неделе моды. Пройдемся тогда по твоему образу. Начнем с того, что вот это не мое. Вот это не мое. Сумка, она стоит 3000 рублей. Но это кожа. Сумка, это Гуччи. Около 50 тысяч, наверное, где-то так она стоит. Но это кожа. Есть ли что-то под пиджаком? Видимо, нет. Нет. Под пиджаком только кожа. По правилам проекта «Две семьи» меняются домами и образом жизни, бытовыми проблемами и даже способами отдыха. А также оставляют друг другу сумму денег на три дня, которую обычно тратят за это время сами. Сколько денег мы им оставим? 700 долларов? Нет. Это как целая зарплата для местных жителей. Люди едут с России. Я понимаю много. Давай 600. Максимум 400 долларов. Микки, ну они же мои соотечественники. Может быть, они захотят в ресторан сходить или какое-нибудь платье себе купить. Мне прямо, прямо я не могу. Да, ну хоть 500 долларов оставим. Дай. 400 долларов – это более чем достаточно. Микки, ну слушай, ну давай 500 долларов. Ну давай 500 долларов, ну пожалуйста. Ладно, только ради тебя 500 долларов. И баста. Надеюсь, они нам не меньше оставят. Посмотрим. В дуэли между итальянской бережливостью и русским гостеприимством победила любовь. И русское гостеприимство. Сколько оставим денежек? Ну, тысяч 15. А сколько? 15. А давайте я здесь останусь, вы мне столько оставите. Люди приедут, захотят. Чего? Куда сходить? Кафе, ресторан. Мне неудобно без денег. Ты просто хочешь оставить им деньги. Ты предлагаешь сколько? Ну, тысяч 5. На всякий случай. Давайте эксперимент проведем. Ноль попробуем оставить. Я тоже Максиму поддерживаю. Ну нет, ну ты сама смотри, у них здесь все есть. И зайдешь в теплицу, там огурцы, помидоры. Тем более на рынок уходят, они эти деньги заработают. Ой, ну ладно, пусть положат. Стыдно за вас, но я молчу. Все, тогда решили. Пойдем ноль. Аттракцион неслыханной щедрости от Максима. Зато у Микеле появился шанс постичь смысл русской пословицы «не в деньгах счастья». Чтобы дома вернулись к владельцам в исходном состоянии, а гости смогли прочувствовать чужую жизнь, обе семьи оставляют правила дома. А в качестве доказательства их выполнения – фотоотчет. Это первое правило. Наш дом ежедневно атакуют змеи, скорпионы. И тарантулы еще. Тарантула. Чтобы они не заползали в дом, надо стричь траву вокруг него. Второе правило. Семья раз в два дня купается в реке. Э-ку-но-мим, воду, колодца. Готово. Можно мыться в речке и заодно мыть там посуду. Приятно и с полезно. Нужно, чтобы у нас обязательно каждый день чистить крышу от авокадо. И в магазин ходить не надо, все есть в доме. Каждое утро мама чистит крышу от авокадо, собирает лаймы для мохито. Мне кажется, им понравится такая жизнь. Вот здесь я Мике приготовила еще кое-какие правила. Например, у нас семья трудится, чтобы защищать дом от диких всех животных и разрастающихся джунглей. Чтобы они знали, что нужно с этим делать. Повесь это на холодильник. По правилам нашего дома пчелами занимается папа. Значит, и глава семейства должен также работать. Что у вас самого ценного дома? Козы у нас. Козы. Я думал, ты скажешь дети. Правило номер два – козы. Козы с больших букв. Все буквы большие пиши. Да. Давайте-ка мы третье правило сделаем. Продажа молока. То есть вы их полностью работы хотите загрузить? Да, сынок пускай. Но они хоть деньги-то могут себе оставить? Конечно. Ну, хоть это плюс. Правило готово? Так. И мне хотелось бы, чтобы он съездил в Россию и посмотрел, какая она сегодня. И если уж переезжать куда-то еще, то, может быть, мы туда вернемся. Я бы хотел в Москву. Я тоже думаю, что-то современное, где больше цивилизации, чем здесь. Честно говоря, мне особой разницы нету, куда поехать. Мне важнее то, что мы поедем всей семьей. Я бы хотела попасть. Но мне все равно, безразлично, куда. Да. Хоть коммуналку, я тоже оттуда что-то возьму. Мне кажется, там это наш дом. Тут просто больше нет. Ну да, вариантов нет. Все, попробуем? Пошли, Максим, посмотрим. Сезам, откройся. Ого! Круто! Какая красота! Пошли! Господи, спасибо тебе за все. Да, все замерли. По-моему, даже пропало дыхание у меня. Пальмы, такие бамбуки, наплыв какой-то. В сказках. Прямо из края. Прямо через края. У меня нет слов. Нет, ребята, мне казалось, что наш дом оригинальный. Нет, наш дом оригинальный. Ух ты! Тамара морально готовилась к коммуналке, а попала в Панаму, в поместье настоящего аристократа. Мне кажется, здесь какой-то художник живет, непростой человек. Здесь хотя бы растут помидоры. Это значит, что здесь русские. Помидоры растут, значит, здесь русские живут. Интересно, каким образом помидоры связаны с русскими. Тем более, что родина томатов – Южная Америка. Смотрите, настоящие мачете. Вау. А, вот намек. Наточил. И пошел сахарный тростник рубить будем. Мы же приехали в джунгли. Без мачете тут никак. Понятное дело, что мачете здесь не просто как средство украшения. Давайте домой, может, зайдем. О-о-о. Они настоящие, наверное. Это настоящие ружья. Нет слов. Мы опозорились. В гостинцами задобренных. Но вход преградила дверь, к которой не подошел ни один ключ. И Сидорова отправились на поиски альтернативы в обход. Давайте попробуем другой ключик. Опа. Здрасте. Выходит мужчина. Лицо от него испуганное. Я сам испугался. Здравствуйте. 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 Вы говорите в английском? Нет. Нет в английском. Это проблема. Да, из России. Вы можете помочь? Спасибо. Он понял. То есть он не начал стрелять, не стал вызывать полицию. Вы живете здесь? Вы работаете здесь? Да. Вы работаете. Что его имя? Хосе. Хосе. Очень хорошо. Сим, Сим, откройся. О-о-о-о. Спасибо. в этот раз, все будет по-другому. Я ездила за обоими, я купила клей. Хорошо! Беременные они все пили. Очень часто. Жень, так ни тел не пойдет. Ты уходишь? Как я с этим справлюсь? Беременна в 45. Новый сезон. В понедельник в 18.15. На Ю. Прям как на Диком Западе. Ого, какие! Вау, слушайте, прям нам 4 седла приготовили. Ковбойцы. Здесь дверь просто, надо было с ноги открывать. Я бы это стоял с ключом. Ковбойские жилища. Слушайте, ребята же. Ковбои на костылях что-то неслыханное. Но в Панаме возможно все. А вы посмотрите, полы какие, ребята. Папа дома надо такие сделать. Без шуток. Домой приедем, на кухне такие же полы сделаем. Фотографии. Какая красивая пара, смотрите. Дети красивые. Да, ребята, мы вам сочувствуем. То, что вы попали к нам. Вот и кухонька. Смотрите, какая здесь штука для ножей. К фантазии, да? Это же все у нас есть. Именно, да. Я даже знаю, как дома сделать. Вот здесь еще чуть-чуть магнитики прибавить. Вам надо бумажку записывать, чтобы вот это вот все... Смотрите, у нас в ближайшую пятилетку работы дома будет полно. И все, домой надо будет вести все идеи. План Сидоровых развеется. Научить Тамару релаксу пока что срабатывает с точностью да наоборот. Она уже мечтает о том, как по возвращении все срочно кинутся облагораживать бывшую дачу на манер аристократического шале. Это Венеция? Да. Скорее всего, это тоже там были. Как будто здесь работали десятки дизайнеров. Словно мы оказались где-то в Европе и одновременно на Диком Западе. Лестницы удобные. Да. Проблем поднялся. Смотрите, освещение у них естественное. Это не лампа. И свет, как будто, не знаю, светодиодная лампа здоровая светит. О-о-о-о. Это детская. Смотрите, как просто и здорово. Арина, ты что на чистого стилю в этой грязной одежде? Вставай, вставай, вставай. Ух ты. Миш. Это товарищ школьник. Кстати, нету зимних вещей. Очень непривычно. Ух ты. Все сломали. Все сломали. Я стою жить здесь, отрабатывать. Ух ты. Сломали. Сломали, разбили. И снова крутое освещение. Вот это кран. Ну, все интересно. Руки золотые. Но все там не так, как у всех. Такой дом, наверное, больше нигде не видишь. Таданс. О-о-о. Надо новый звук придумать вместо О. Она говорит, э-э-э. Это крокодиль и шкура. Вон еще крокодильчики. Большой, слишком тарантово залез так. Чик, раз его и дальше спишь. Такая мягкая. Идеально. Смотрите, еще крокодилы. А, слушайте, вон там на русском есть. В жизни, как в школе, самые интересные перемены. Круто, молодцы. Молодцы. Испано-русский и словарь. А, это еще итальяна. Испанский. Подожди, а почему? Венеция. Вот нарисовано. Венеция, значит, человек... Может, просто Венецию любит. Мы хотели их удивить, а не нас удивили. Там козы потрудятся. Кем бы вы ни были, у вас золотые руки, мы вас любим. А Бальоне в это время тоже добрались до нового дома. И не факт, что ответят Сидоровым взаимностью. У нас у нас такую глухую деревню. Так, заходим. Цветочки. Цветочки. Ничего, не слышно ни звука в машине, ни дороги, никакой рядом. Это что, кладбище? Какое еще кладбище? Это домики такие. Я так и знала, что будут пчелы. Они же нас покусают. В чем-то Микки прав. Пасека – это кладбище для меда. И для тех, кто пойдет туда без защитной маски. Какая-то глухая. Пойдемте в дом, посмотрим. Сразу видела, что большой сад, огород, все это есть. Но почему-то меня интересовало, что же там внутри дома. Да-да-да-да. Вот и попали в деревянный дом. Еще как. Оставляем в воде сумки, мама? Да, оставляй. Так. Тюба. Мама-миа. Мама-миа. Это молоко. Тут только одно молоко. Есть нечего. Туалет. Да ладно, что это такое? Чума, а не туалет. Что у них с унитазом? Я ничего не понял с туалетом. Он такой странный. Либо люди здесь маленького роста, либо они ошиблись в строительстве. А вот здесь у нас кухня. Кухня? Да. Это что-то вроде печи? Да, это вот русская печь наша. Это чтобы зимой не замерзнуть. Сюда дрова кладут. Значит, точно не замерзнем. Сыр! Чё? Сыры! Наедимся хоть. Вот искренняя реакция семьи, слишком долго сидевшей на авокадо-мохитовой диете. Грибы, Микки. Папа! И холодец, мамочки! Я 10 лет холодец не ела. Микки, это домашний творог. Холодильник просто огонь. Домашние сыры и всё своё. И видно, что они не куплены в супермаркете. Мамма миа! Это что, йогурт? Или это мороженое? Или это молоко? Это, скорее всего, масло. С таким богатым холодильником в семье-бальоне никакие пчёлы не страшны. Надо скорее всё продегустировать. Ну и как тебе местный сыр, пап? Бомбический. Супер! Мамма миа! Мамочка, я хочу холодец. Хрем! Нашла. Холодец едят с хреном. Он холодный кушится. Да. Микки, проба. Это с хреном. Вкусно. Припачту кусок мяса, чем это. Да? Мамочка, как вкусно! Это что? Это творог. Если у них это всё есть, наверняка у них есть хозяйство. Коровы. Коровы. От голода точно не умрём здесь. А это что такое? Угу. Мама миа! Пахнет? Какой? Это мёд. Какой? Наверное, гречишный. Альмели. Мёд вызвал странную реакцию у Микеля. Может, мёдик не простой, а с весёлыми добавками? Ой, котик! Ой, кот спит. Это, наверное, студия. Фестиваль авторской песни. А, вот у них гитара. Гитара, но она без струн. Мя-мя-мя. Это потому, что на фестивале бардовской песни главное не струны, а участие. Странный дом какой-то. О-о-о! Она спит. Пойдём, пойдём. Осторожно голову! Нагибайся. Дом сделан из цельного дерева и даже не обшить ничем. А вот пианино, Таня. Давай, маленький, чуть-чуть, чуть-чуть. Джотта. Суита. О-ле! Кто живёт-то в этом-то доме? Кошки. Ну, это семья, у которой есть хозяйство. Раз хозяйство есть, его надо первым делом осмотреть. Вау! Какой размер. Какая капуста. Это размер. Ма-ма-ма-ми. Смотри. Это на зиму они приготавливают. А где бензопила? Нет, я думаю, нет бензопилы. Это всё топором работает. Видимо, очень сильный мужчина здесь живёт. Мужчина далеко не самый сильный. Просто ему, в отличие от Микки, не нужно каждый день отбиваться от наступающих джунглей. Смотри, какая прелесть. Иди сюда, красавец. Привет, красавцы, вы такие вкусные. Вас на гриль бы и поджарить с двух сторон. Знали бы птички, о чём именно с ними любезно беседует иностранец, давно бы его клюнули. Индюки просто отпадные, ребята. Никогда не разговаривал с индюками. Да здесь целый огород. Вот это круто. Смотрите, какие перцы, помидоры, огурцы. Салат на вечер готов. Таня, а это что, картошка? Картошка! Ага. Её что, можно кушать? Конечно, можно есть. Пойдём посмотрим. Нету никого. Здесь есть еда для животных. Значит, они где-то должны быть. Загадка о том, куда же делись животные из хлева, пока не разгадана. Зато хозяйство осмотрено, самое время изучить правила дома. Кто жадничал, когда оставлял деньги? Ох ты! Да. Нам стыдно. Раз, два, три. Пятьсот. Пятьсот будет? Эй! Да! Да, стыдно перед ребятами. И вот как мы будем отрабатывать с бензопилой. Наш дом ежедневно атакуют змеи-искрепионы, тарантовы, как мило. Чтобы они не заползли в дом, надо очень коротко стричь траву вокруг него. Бензопилой постригём. Это мы тоже этим занимаемся, только у нас другая трава. И змеи-искрепионы другие, козы называются. Кстати, подождите, вы не заметили то, что здесь написано на русском? Значит, здесь кто-то русский? Да. По правилам нашего дома, вся семья раз в два дня купается в реке. Мы экономим воду из колодца. Купальники взяли? Здесь есть река. Так же, как у нас пруд. Каждое утро мама чистит крышу дома от авокадо, собирает лаймы для мохито. Оно большое, что ли, дерево? А там сказано, мама лезет. Это что, я должна? А, кстати, да. Это с моим весом. А мохито как делать? Мохито – это как бы такой иногда детский, иногда чуть-чуть не детский. Откуда всё это знаете? У нас семья не пьющая. Теоретически, в интернете посмотрели что-то. Теоретически, Сидоровы – семья не пьющая. Просто в интернете насмотрелись всякого. Ой, смотрите, а здесь правила ещё есть какие-то. Бананы созревшие. Сорвать полностью и вывесить на патио. Рубить мачете, жёлтые листья на пальмах и деревьях. Органический мусор мы выбрасываем во дворе. Ну, как и мы делаем. По правилам нашего дома пчёлами занимается муж. Ты будешь с пчёлами возиться? Нет, Таня, пчёл я не хочу. Наш дом – это наше хозяйство. И самое цельное в нём – козы. Берегите их. Будем за козами ухаживать. В нашем доме зарабатывают продажей молочной продукции. По субботам мы на рынке. Мы пойдём на рынок продавать? Не знаю, наверное, придётся продавать. А денег-то мы не оставили? А? Алло. Мы им 500 долларов оставили, а они нам ничего. Ничего. Но это ни в какие ворота не лезет. Еды полно. Но мы им столько денег оставили, это несправедливо. Мы же сами им оставили 500 долларов. Они ничего не оставили, они вот так живут, они продают молоко. Я понимаю, что нечестно, а что делать? Я тут монетки нашёл. Вот так вот это они прикольнулись. 14 рублей. Правила ясны, бюджеты получены, правда, не всеми. Но это не отменяет того, что пора начинать новую жизнь. Я вижу жёлтые листья. Пойдём отрабатывать. Мой первый рабочий день. Вот так, да, Максим? Да. Здорово. Я научилась. На заработки приедем. Здесь паук, смотрите. Аккуратно вдруг, здесь ядовитые пауки могут быть. Здесь лучше, здесь каути. Это не наши пауки. Хозяева хорошие, молодцы. У них территория какая чистая. И там вот всё живое, там живёт. Пока только это живое перебралось на облагороженную территорию поместья. Но ещё не вечер. Чувствовалась огромная разница джунглей, заборчик и цивилизации. Это же настоящие джунгли. Это просто выглядит, конечно, как наш лес. Но перед этим всё вот так вот активно вырубали. Технику безопасности не забудьте соблюдать. Да, ну, если что, пальцев десять. У вас-то десять. А у тебя нет? Ты уже намахалась мачете? Михаил, видимо, сам намахался мачете заранее, поэтому сейчас на тренерских работах. Шутит и подбадривает остальных. А вот это, я уверен, надо рубить. Вот так. Ага. Вот так. О, вот ручеёк. Там спуск, посмотрим. Потрогать водичку надо, как она. Водичка тёплая практически. Можно взять такой камень и из него выдолбить хорошую раковину. Вот что значат мамины гены. Даже в Далеге Максима не оставляет трудовой энтузиазм. Там, кстати, деревья, ну, смотрите, какие. А может, их тоже надо срубить? Нет, 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 это посадки чьи-то. А здесь какие-то ягодки. Сейчас опозоримся на весь мир. Подождите. Неужели это кофе? Рисунок ещё такой. Этого я никогда ещё не видел. Вот кофейные зёрна. Сладко. Ну, его обжарить надо. Да. Потом молоть, и будет вот тот кофе, который заваривают. Чувствуешь себя полным двоечником по биологии. В реальности, это как эти выглядят растения, не знаешь? Ребята, учите все предметы школьные. Ребята, учитесь зарабатывать деньги, чтобы путешествовать. И тогда вам не надо учить учебники. Классный совет от владельца Центра дошкольного образования. Детям на заметку. Смотрите, бананы. Зревшие надо на патио уносить. А если мы срубим, они не обидятся на нас? Это единственное, наверное. Я не знаю даже, стоит, не стоит. Мы испортим сейчас что-нибудь. О! Опа! Получилось на четвёрочку. Бананчики мы повредили. Слушайте, давайте я вас сфотографирую. Ребята, я вами горжусь. Ты про бананы говорила? В богатом ключе Бальони тоже начали с первого правила дома. Благо, костюм пчеловода лежал на видном месте. Написано в правилах, что муж занимается пчеловодчеством, поэтому придётся тебе. И в Италии, и в Панаме есть отличные места для производства мёда, но мы никогда не пробовали это делать. В шляпе. Та-дам! Микки, вот это нужно чуть-чуть опустить, иначе они тебе вот сюда могут залезть. Удачи! Мамма миа, тати! Микки, ляжь старый. Господи! Микки, не рискуй! Тут миллионы пчёл, ужас! Да я знаю, что там миллионы их. Они все вместе работают, как китайцы. Я стал открывать эти ули и понял, что это не моё. Господи, я без костюма, я сама боюсь. Теперь давай рубероид. И сверху шифер. Ай, порка троя! Видите, я бэкат ульгаретту. Путана! А, тати! Бэкат ульгаретту! Да, велико! А! 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 Вот она разница менталитетов. Жить среди скорпионов и тарантулов, но бояться пчёл. У меня было единственное незакрытое место на ноге, и именно туда меня укусила пчела. Укусили? Лосьон от укусов пчёл Татьяна нашла сразу же. Видимо, и с опытными пчеловодами такое случается. А как же мы их проверять-то теперь будем? О, блин. Ну ничего, это полезно, говорят. Да ну нафиг. Нет, мёдом мы заниматься определённо не будем. Нам нужно сфотографировать, чтобы показать людям, что мы выполнили правила дома. Тася! В правилах дома было сказано заниматься пчёлами, а не ходить в костюме пчеловода по пасеке. Но на первый раз сойдёт. А раз с пчёлами не вышло, чтобы не падать в грязь лицом, решили отыскать другую, менее жужжащую и более крупную живность. Козы! Что ты орёшь? Они же не откликаются. Где-то тут они вокруг, их нужно искать, потому что территория достаточно большая. Козыные какашки, пойдёмте искать. Козы! Иди сюда! Я подумал, что они издеваются, и никаких коз тут нет. Зато какая тут красота! А коз видно? Нет, коз нет. А я вижу мёртвых коз. Это не мёртвые козы, это кладбище. Ты думаешь, что их похоронили? Коз? Си! И поставили кресты? Нет, Микки. Коз здесь нет ни живых, ни мёртвых. А ведь забота о них – главное правило дома. Пойдёмте соседи поспрашиваем. Бабушка! Синьора! Нету, ни синьоры, ни бабушки нету. А где все? Там другой дом. Фильмы ужасов так же начинаются. Большая деревня и никого. Тут никого тоже нету. Тут же должен кто-то быть. Есть кого-то? Микки. Нет, здесь нет никого. Это был заброшенный дом. Пойдём, я папе буду звонить, узнаю папы. Один сосед у него дом заброшенный, у другого тоже, у третьего тоже. Мы поняли, что деревня абсолютно заброшенная. Мы поняли, что абсолютно одни здесь. Идея позвонить папе Татьяны вполне разумна. Но только как? Ничего не берёт. Таис, у тебя берёт? Нет. На самом деле здесь есть вай-фай, только бальони об этом не знают. Попробуй залезь. Нет ни телефона, ни интернета, нет даже машины, чтобы уехать. И сказано ухаживать за козами, которых нет. И бензопилы, кстати, тоже нет, чтобы отбиваться от зомби-коз, которые придут ночью с кладбища. Даже соседей нет, мы оторваны вообще от мира. Всё, мне это надоело. Хватит. У нас маленькие дети, мы не можем тут оставаться без связи. А если что-то случится, надо отсюда уезжать. Пока Микеле в ужасе планирует побег из богатого ключа, в Далеге работа кипит. Сидоры вы так привыкли трудиться в две смены, что и посреди тропиков решили устроить пятилетку за три дня. Не один раз сезон надо делать, а каждую неделю надо сделать, чтобы вот эту чистоту держать, этот уют держать. Слышите, сколько звуков здесь? Да, узнать бы, кто это так кричит. Сверчок. Это насекомые или птицы? Кстати, бананы же надо развесить. Вон туда надо повесить. Мне кажется, что, наверное, всё-таки на верёвку надо. Давайте поищем, наверное, здесь. Как раз. Вот. Всё. Так. Давай, для начала я проверю. Давай я помогу тоже. Да, держи меня. Так, давай попробуем. Такое ощущение, как будто раз, и выключили свет. Так вот темнеет джунгель. Запомни этот миг, сынок. Вешал бананы. Да. Подождите. Смотри, не упадите. Подождите. Вот, ну, отпустите. Красиво же. Сразу видно, что сделал я. Ничего, всё. Красота. В Татарстане тоже стемнело. Бальони не знают, уезжать или нет. И чтобы остудить горячего папу, всем семейством бродят по участку. А к дому как раз потянулись дорогие гости. Точнее, хозяева. Божечки, сколько их тут. Мама-мия. А как же нам их теперь запустить? Наверное, пойдём к тому выходу там, где мы были. Мой, чайка, притина по-русски. А? Чао. Ну, заеверно стоя. Глянь, они бегут. Не уходите, прошу. Заклинаю вас, остановитесь. Да, идите сюда. Куда вы уходите? Милые козы, вам надо пройти туда. Вы можете мне доверять. Всё дело в том, что русские козы ни слова не знают по-итальянски. Да и незнакомец больно похож на сказочного серого волка. Лучшая часть коз пошла за Татьяной в хлев, а остальные, обалдев от итальянских песнопений Мики, решили, что в поле будет безопасней. Они так хорошо слушались, другие. Я их звала, они прям... Эти далеко не уйдут от тех, что внутри. Наверное. Белые козы хорошо видны в темноте. Но собрать всех всё равно не получилось. Осталось лишь надеяться, что волков здесь нет. Ну, попробуем завтра, может быть, да. Мы поняли, что это будет невозможно. Почувствовала ответственность, переживала за них. Дверь закрыли. Часть коз мирно спят в стойбище, часть в поле. А бальони решают, где спать детям. Вместе они здесь спать не могут. Ну, мамма миа. Это же дерево, это же доски. Да ты даже не поместишься в длину. Здесь спать негде, это полный трындец. Мы будем ломать правила, мы не сможем здесь остаться. Бальони под конец первого дня вспомнили, что они аристократы, и правила писаны не для них. Но не всё так просто. Надо валить отсюда. Нет денег, они на меня ставили. Там же куча мёда должна быть. Точно. Мы возьмём мёд, и чтобы доехать до городка, заплатим мёдом. Там нормально выспимся. Расплачиваться итальянцы в бегах решили жидкой валютой. Но вот только кому её вручать ночью посреди безлюдного посёлка, неподалёку от кладбища? А в Панаме оголодавшие и уставшие сидоровы изучают содержимое холодильника. Давай всё попробуем. А это одно, что я узнаю, бананы и манго. Это баклажаны, скорее всего. Это нет, это не баклажаны. Давай, мы щупим. Это большая смородина. Нет, это на дереве растёт. Это как будто большой фундук. Это всё на дереве, и стыдно, стыдно, стыдно. Там полный холодильник каких-то ёжиков, репейник или что-то такое. Мякоть, как у крыжовника, но это вкуснее. Кислое, очень нежное. Сладкое. А цена, как у нескольких килограммов крыжовника. Но тут, к счастью, всё бесплатно. Какой-то морской ёж, потрёпанный жизнью. Это обалденно вкусно. Смотрите, вот когда их режешь, внутри они абсолютно другие. Ожидания и реальность не совпадают. Фрукт фиолетовый, а внутри он белый. Самое вкусное вот это мне понравилось. Она вообще оригинальная вкус. То, что привело в восторг Сидорова-старшего, это наранхилья. Что-то среднее между ежом и крыжовником. Может, вечер закончим мохитой? Попробуем. Мохитой? Мохито. За лаймами сходили в сад. Газировку и лёд нашли в холодильнике. А дальше рецепт простой. Всё зелёное сложить в стакан и... Размешать. Всё? Ну, пускай мама дегустирует. Ну, ничего. Ещё не поняла. Ну, пьют и не понят. Да? Ну, видимо, вкусно. Очень хорошее. Охлаждающее, хорошее. Мы-то знаем вкус безалкогольного мохита. Значит, на коже такой напиток надо сделать. Ну, всё, давай сюда спать. Да. О бальоне не до сна. Напуганы. Ночью и посреди просёлочной дороги они сами смотрятся как привидения. Здравствуйте, мужчины. Довезите нас до ближайшего отеля, пожалуйста. Нас четверо. У меня всего банка мёда. Мне не платить. У нас нет денег. Наставили без денег, у меня банка мёда. А, мёд натуральный? Абсолютно натуральный денег. У нас ни копейки вообще нету. Ну, ладно, что ж. Мамочка. Круто повезло, что он согласился тоже на такой вот вид оплаты. По дороге в город таксист рассказывал страшные истории, но до гостиницы довёз без приключений. Как я обещала. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Остался один вопрос. Как оплатить гостиницу? Но, слава богу, в городе Удмуртские тошлы есть мобильная связь и интернет. Позвоним отцу, хоть я расскажу, где я, что я. Ну, привет, ты меня слышишь? Слышу, вижу. У нас такая авантюра огромная. Мы в России здесь. В республике Татарстан. В деревне богатый ключ. Ого. Ой, батюшки. Папа, они нам ни рубля не оставили. Деньги я в любой момент перешлю. Хорошо, пап. Вмите, не расстраивайся. Ну, давай, папуля, я тебя целую. Пока. Пока-пока. Щедрый папа тут же перекинул онлайн-рубли на счёт гостиницы. Какая-никакая цивилизация есть и рядом с богатым ключом. Мы правильно сделали, что мы уехали. Меня совесть мучает. А что нам там на полу спать или с козами? Ну да, конечно. Завтра в 7 утра будем там. Найдём коз и всё остальное. В Панаме тоже пристраиваются к новым спальным местам и обстоятельствам. Чё, ты на месте? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Давайте, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Двигаться уже не можем. Старшие Сидоровы всю ночь провели в компании фрагментов крокодилов. Но на качество сна фермеров из Татарстана это никак не повлияло. Максим, уже день рождения. Мачете не понадобилось. Ой, слава богу. Спасаем. С днём рождения, сынок. Спасибо большое. Чтобы всё было хорошо. Здорово. Господи. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Это действительно крутой день рождения. А вы как? Спокойно. Как дома? А раз день рождения, нужен праздничный завтрак. Его решили объединить с выполнением второго правила дома. Кому, кстати, надо авокадо собрать? Ой, Максим, пошли, поможешь, сынок. Ну, пошли. Хотя, конечно, ты должна была на крышу лезть. Ну, ты мой сыночек. Да. В Татарстане на день рождения обычно готовят бешбармак и плов из баранины. Но в Панаме вместо баранины – бананы. Плов из них не получится, но пожарить можно. Как их, простите на масло? Верно. Тяжелые. Арина резала, я жарил. Жарится, как картошка. Давай вон туда поставим. Давай. Там много? Прилично. А вот и подарок Максиму на день рождения. Свежие авокадо и экскурсия по крыше панамского шале. Очень интересно, что на крышу падают, как в корзинку супермаркета авокадо. Удивительная страна. Бананы пожарили, авокадо порезали. Экзотика. А чай, как в России, из пакетиков. Это как будто кабачок. Кабачок и картошка. Я даже не думаю, что вы такие невкусные, жареные. Вообще шикарно. Я первый раз в жизни попробовала настоящий авокадо. Ребята, это что-то. Еще одно задание сделали. Но вегетарианский образ жизни не в стиле Сидоровых. Поэтому решили поехать на рынок. Есть надежда, что Хосе знает, где это. Ты знаешь, маркет? Когда ехать до рынка? Моя, продукт. Компраем много. Да. Фуд, патейто. Меркаун, Давид, инкар. Инкар. С недоверием Хосе был вынужден передать ключи от машины, иначе ему пришлось бы самому везти новых хозяев в город. А лишняя работа в планы Хосе не входила. Ну вот машину можно взять. Можно, да? Вот этих. Да. Ставляйте. Спасибо. Машина она и в Центральной Америке машина. Сидорово отправились на Далежский рынок. А Бальоне вернулись из гостиницы домой на такси. Благо папа Татьяны прислал достаточно денег. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сестра Тамары. Приехала посмотреть, как вы тут. Правда, разочарована. Коза не дойна. Мы их вчера не смогли изобрать. Почему бы уехали? В чем дело? Поняли, что здесь спать нехти. Можно было здесь спать. Ну вот одна, одну кровать мы ее заметили. Ну я думаю, ну как я положу детей на это? Нет, вот еще одна кровать. Вот здесь вот она расстилает. Ну там коты спят. Нет, спать с котами нельзя. Конечно, как можно согнать кота с его законного места? Микки, как истинный европеец, уважает личное пространство хвостатых и усатых. Коз мы не подоили, а что делать? Будем доить сегодня. Ну давайте тогда я вам помогу. Вместе мы подоим. Великолепно. Белло. Конечно, Белло. Это вам не мачете направо и налево размахивать. Это живность. К ней подход нужен. Собака. А вы зачем собаку не накормили вчера? Тут еще и собака есть. Она была голодная, что даже сил не было лаять. О, да. По потенциуму. По потенциуму. Собака оба кому лапу не подаст. Одними итальянскими восторгами сыт не будешь. Здесь у нас куры. Мы вообще ничего не видели. А здесь рыбы. Да, прям прыгают много. Отлично. Мы вообще эту часть вчера не видели. Наталья – наше спасение. Она поможет нам здесь выжить. Мы ее, да, как ангел-хранителя восприняли. Так. Эльдра Тауна. Первая нашла. Специальный аппарат. Нормально. Твое произведенное молоко тобою – это классно. Сколько литров молока она дает? Может быть один литр. Может по три литра. Почему не держать коров? Они дают гораздо больше молока. Ценность у козьего молока лечебная, очень большая и жирность хорошая. Приготовить масло, сметану и творог из молока довольно просто. Нужно залить молоко в непонятные аппаратики, а дальше четко следовать указаниям Натальи. Ой, Наталья, как хорошо, что вы приехали. Вот она нагреется, и там уже образуется творог. Теперь можно наладить молочное производство и в Панаме. С молоком проблем не будет. Надо только научиться доить самку леопарда, который обитает где-то в джунглях. Из этого, значит, у нас получится масло. Да. И начинаем крутить. Крутить. Просто крутить. Просто крутить. Ты крути. Ты придерживай крышку лучше. Дети крутят масло. Папа подсчитывает предполагаемую прибыль. О, почти получилось. Еще чуть-чуть докрутить. Хочешь, давай я попробую? Нет, ты не умеешь. Из обычной сметаны просто взбиваю, получается масло. То есть я вообще себе этого представить не могла. Впечатлила. Смотри, пожалуйста, вот сюда на прайс-лист. Это на продажу на завтра. Предельно ясно. На этом все? Спасибо тогда. Какой? Это, конечно, суперско, но это охромный труд. Это занимает столько времени. Я не знаю, стоит ли их рассвечь. А в Панаме Сидоровым деньги зарабатывать не надо. Их можно сразу тратить. Рынок найти легко. Где больше трех панамцев, там и рынок. А на нас возьмем или далеко нести? Дос. Что такое? А где продавец? А вот. Это что такое? А? Это, по-моему, хурма. Я что-то брестаюсь. Я нормальный. Смотри. Это не хурма. Ну, конечно, я бы не ел каждый день. Атмосфера не очень? Рынок не очень опрятный. Ни санитарных книжек, мне кажется, никто и не контролирует у них эти фрукты. Давайте возьмем что-нибудь такого. Давайте возьмем. Я вот фасоль люблю. Давай вот такой возьмем. Все заодно. Все, все, хоть. Да, да, да. Вот это, вот это чуть-чуть. И вот это чуть-чуть. Потайту. И весы аутентичные. Пять долларов. Пять долларов. Ужас, как дорого. Ты что, нет. А есть мы что будем? Нет, нет. Три доллара. Не больше. Три. Картошкой вместе, да. И вот это сюда еще. И вот это. И вот это. Три доллара. Вы что, совсем что ли? Ага. Деньги не умеете считать. Руссо-туриста лишнего на рынке не переплатит. Даже если денежки чужие и их много. Мне казалось, она слишком круто округлила эту сумму. Как-то так вот, на глаз, ну, так для меня было это как-то дико. А, кстати, у них же много места. Может, мы возьмем кого-нибудь, собрят, может быть. Может, кроликов? How much? Ага. Тринадцать. Давайте вот это мы возьмем. Самое главное, чтобы купить детям. У меня слово «дети» — это волшебное слово. Для них ничего не жалко. А вот эти сколько стоят? Прайс. Фри? Фри. Окей? Не знаю, как хозяева отреагируют. Может быть, отправят этих цыпочек к нам обратно в Россию и кроликов вместе. В итоге купили трех перепелок и кролика. Память о себе хотел составить. На самом деле, просто 500 долларов надо было как-то тратить. Мы начали с Ари деньгами. Барбере-ла-бонка. Ну, парикмахерская. Пошли зайдем, посмотрим, что там есть. Ола. Давай, это тебе, бородку и усики. Подровняем. А? Мама, что скажешь? Да ничего, попробуй. This and this. Окей? Good. День рождения у сына, но постричь решили папу. Вот острые бритвы. У тебя был уже опыт? Первый раз. Ты сколько уже усы не брил? Ни разу не брил. Как выросли, так и все. Где-то годы 32-33. Как бы Михаила не лишили его мужской гордости, которую он отращивал больше четверти века. Парикмахерская в Далего не лучшее место для языкового барьера. Боялись, что они нас неправильно поймут. Да. Уси, считаю, все как махом срубят. Немного сердце елкой, когда бритвы вот так вот близко проходят. Но папе повезло. Он остался с усами. В итоге их только подровняли. Ну, все. Thank you. The price? Two dollars. Окей. Выбирай себе подарок на день рождения. Давайте панамку купим. На панаме без панамы это уже нет. Тебе. Вот тебе смотрится. Вот тебе смотрится хорошо, да? Память о панаме, это будет все-таки символично взять. Да, давайте все. Two dollars. Арина. Все, подходит так. Нормально? За 80 даете. А. И пока панамские аферисты впаривают богатым русским туристам панамы по тройной цене, аристократы Бальони пашут в огороде в богатом ключе, чтобы избежать голодного обморока. Смотри, я картошки накопал. Что за сложная сельская жизнь? Татьяна хоть и подогнала свое итальянское семейство под богато Ключевской монастырь, но все-таки не дура. Мужик-то у нее работящий. И картошки накопал, и яиц соберет. Давай, 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 давай. Чи-чи-чи. Чи-чи-чи-чи. Чи-чи-чи-чи. Ой, мам, афер. Чи-чи. Ну. Давай, давай, гони ее, гони. Чи-чи. А не, вон. Не-не-не-не-не-не-не. Мама. Не надо меня закрывать. Не надо. Микки. Так и запишем. Панамско-итальянский способ сбора яиц. Запереть жену в курятнике. Так, Микки, я нашла. Давай. Опа. Вау. Два яйца есть. На четверых нам два яйца. Это только на аперитив. Двумя яйцами сыт не будешь. Поэтому Микки, как добытчик, захотел добыть картошечки жареной рыбки. К счастью, червяков на участке оказалось много. В этом Микки убедился при раскопках картошки. Я в первый раз рыбачу. Подожди, я отойду подальше. Так, вот так они как-то кидают. Мама, мама. На такой аттракцион подтянулись и дети. Борька, Эва! Путана, Эва лавил презу. Молодец. Че, я пойду туда искать других еще? Я никогда не рыбачил раньше. Попробуем с этим? Си, си, си. Не выдергивай, а тяни медленно. Молчи, женщина, не учи меня рыбачить. Давай, рыбак. Мы же никогда этим никогда не пробовали, не занимались ни я, ни он. Крути, крути, там кто-то есть. Молодец! Поймали, поймали, поймали. Он смехотворно маленький. Так, а мне снимать, да? Поймали, 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 поймали. Снимаю шляпу. Сейчас я еще и голыми руками беру. А в Панаме в это время нашли кафе и продолжили отмечать день рождения Макса. За путешествие. Че, давайте попробуем, разного всего закажем. Но какой же день рождения без сюрприза? Моя брата у нас есть день рождения. У нас есть день рождения? Это день рождения. Спасибо. Арина не уверена, что хозяйка кафе поняла ее правильно. А зря. Ведь о том, что в город пожаловал иностранец, у которого день рождения, быстро распространилось по улице. Хе, привет, барни. Привет, ты сегодня с буренедом? Да. Любите, чтобы пришли к нашим ресторану? Нет, это будет. Доброе утро, что тебя знакомы. Он кауча по-гнам这个 ресторану. О, это проще для меня. Мы не заметим, как ты, очень часто. Вам любит дурить единый раз? Только один раз. Но мне кажется, не каучу, что я не могу сказать, что 남им. Мача много лет... Фелис... Я никогда не попробовал в Роме. Спасибо большое. Макс выпил совсем немного, и маме ничего не сказал. Но ей и без этого хорошо. С днём рождения! Спасибо. Какое рождение! Самое крутое днём рождения! Днём рождения в Панаме. Порции оказались, ну, очень большими. Так что съесть их никак не получилось. А тут ещё сюрприз. С днём рождения в Панаме. С днём рождения в Панаме. Спасибо. С днём рождения в Панаме. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Меня начали обнимать, целовать все эти прекрасные женщины. Очень душевно. В богатом ключе кафешек поблизости нет. И магазинов тоже нет. И вообще ничего и никого здесь нет. Одни бальони вместо Сидоровых. Поэтому ужин готовили сами. Смотри, какая красота. Стась, можешь попробовать? Не, я даже не чуть-чуть, не хочу. Да, очень мало тут чего есть, на самом деле. Надо было их отпустить, они слишком маленькие. Картошка варёная какая-то прозрачная, а рыба жареная ужасно пахнет. Есть это невозможно, потому что одни кости. Работаем как волы. Ноль. Результатом ноль. Мы только старались, старались. А коты на что? А котам рыбу оставили. Очень даже были довольны, все коты съели всю нашу жареную рыбу. По нами роль сытых котиков выполняют Сидоровы. Наелись до отвала и еле дотащились до дома. Повезло, что путь совсем близкий. Вы заметили, что нас некоторые тайком фотографировали? Там вот одна женщина. Подождите, а... Сила и сфоткала. Подождите. Я подумала, что у меня глюки от усталости. Ну, ещё этих приключений нам не хватало на ночь глядя. Я сильно уставшая была, но проснулась. Мега ужас. Живая, вон, шевелится. Я бы, конечно, понимаю, мне 31, я уже пожил. Она серьёзно живая? Она была огромной, я таких даже не видел террариуми. Придётся пожертвовать чьим-то дождевиком. Господи, спаси с крайней дай богу. Боты! Сфоткайте меня быстро! Ещё один подарок Максу на день рождения. Знакомство с игуаной и фоточка на память. Да ну нафиг! И когда ты её берёшь, в этот момент чувствуешь, что она холодная. То есть какую-то живую сумочку берёшь. Фух! О, вообще прикольная на самом деле. Вот сейчас уже начинаешь ценить. Ну это как будто кошелёчек. Супер, ну всё, сейчас убежит. Для меня это действительно страх, для меня это стресс. Я бы не смогла жить в таком доме. Пока эмоции от знакомства с игуаной не остыли, самое время позвонить хозяевам. Ведь вечером второго дня традиционное общение по скайпу. Как раз в бальоне всё-таки поймали местный вай-фай. Это единственная возможность поделиться друг с другом впечатлениями от обмена. Привет, ребята! Привет! Здравствуйте! Здрасте! А понравилось-то нам? Очень, очень. Вообще, у нас эмоции прям хлещут через край. Вы, ребята, молодцы. У вас дом шикарный. Руки золотые. Спасибо. 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 Очень приятно. Ну, ваше хозяйство очень большое. Мы, конечно, м**хались здесь. У нас настоящая фазенда. У Сталини невыносимо. Да так, что иногда плакать хотелось. Действительно, хотелось плакать. А вот пчёлы – это ужасно. То, что ему понравилось меньше всего – это пчёлы. Он высокий, у него штаны короткие, поэтому в единственном месте, где они вот залезли, вот где было открыто, там они его и укусили за пятку. Очень интересные фрукты и овощи, которые вы оставили. Лично я такого ничего не пробовал. Вообще приятно. Да, супер. И на рынке тоже стояли? На рынке, да. Но цены, получается, повыше, да, чем в Европе. Мы ожидали, что у вас цены другие. Мы в шоке. У вас очень старые кровати. Как вы спите? Он говорит, единственный минус – это ваши кровати, которые остались со времён Советского Союза. И если вы нас будете принимать в гостях, мы вам рестайлинг устроим. Да, 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 да. У нас сейчас идёт 500 лет основанию Панамы. Вчера, сегодня, завтра. В наши деревни вы обязательно должны сходить. Спасибо, да, обязательно сходим, да. Мы, кстати, из дома выпроводили игуану. Ну, это нормальное явление. У нас их там в парке много. Они все живут, они в дом вбегают, иногда ошибаются. И, конечно, они чувствуют приближение людей, но они притворяются полумёртвыми. А, да. Это игуан, окей? Да, 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 да. Мы немного шокированы. Интернета нету. Нету соседей. В определённой степени это даже опасно вот так вот находиться в такой ситуации. Не дай бог, что случится. Да, он вам делает комплименты, и я тоже со своей стороны, потому что, действительно, жить в таких условиях, конечно, вы большие молодцы. Надеюсь, увидится с вами однажды. Кто знает, да, может быть, когда-нибудь встретимся на самом деле. Спасибо вам большое. Да. Пока-пока. Утром третьего дня семья Бальоне озабочена сборами на рынок. Ведь осталось одно невыполненное правило дома – продажа молочной продукции. Давай проверим наш сыр. О, он уже подсох, готов. Вау. Бардаки. Вот это будем продавать. К нам кто-то ломится. Кто там? Кто там? Это кто? Ну, мамочки. Здравствуйте, мои хорошие. У меня ноги не подкосились. Мои хорошие. Вот. Мои родные. Папец. Я вообще ничего не понимал. Это так эмоционально, как будто мой собственный папа приехал. Мои родные. Лусик. Ты же, ух ты, какой. Я же тебя видел вот таким еще. Катаистке три года было. Красота. Я же такой вот, легкий на подъем. Раз, два и готово. Очень долго ждала встречи с ним. Для нас это было огромное счастье. Но счастье труду не помеха, а совсем наоборот. Бальоне все вместе собирают продукты на продажу. И едут на рынок. А в Панаме началась стройка. Вчерашние покупки всю ночь просидели в коробках. Пора им обзавестись собственным жильем. Перепелки, может, сюда посадим? Надо подумать. Посмотри, пожалуйста, что там можно сделать. Полы сойдут еще, листья постелим. Как закрывать-то? Ну, доски какие-то там забейте. Может, бамбук можно? Бамбук может пойдет. Ну, а если идти за бамбуком, мы же как в джунгли-то одни пойдем. Ну, надо Хосе позвать, он же здесь все знает. Твоя помощь нужна нам. Что там? Давай Хосе позовем. Папа говорит, бамбукова сделаем стенку. Максим выбрал лучший способ добычи бамбука. Надо взять с собой мачете и Хосе. Он говорит, что там самое безопасное место на земле. Он подтвердил. Вы уж не пойдете. Мы не пойдем, остаемся здесь. На, это я тебе дам вдруг, если игуана будет нападать. Ладно, ладно, не умею. Мы же туда не пойдем, давай сфотографируем. Давай сфотографируемся. Максим, может, Хачету ближе. В джунглях перед тем, как идти, надо прорубать дорогу. А минут через 15 показался и первый бамбук. А, вот они, значит, здесь. Отлично. Туда будешь толкать, я отсюда буду рубить. Ага. Все точно. О, высоко такое. Ага, он там чуть-чуть зацепился. Ух. Оп. Давай. Оп. Рубить его на самом деле не сложно. О, вообще легкий. Вот и курятник у нас будет. Получается перепилятник для панамских цыпочек перепилов. 10-15-метровый ствол можно спокойно унести вдвоем. Это мы с Хосе сделали. Ух ты. Тяжелый? Легкий. Мы были очень внимательны, осторожны. Слава богу, мы вышли оттуда живыми. Доставка бамбука сильно утомила Хосе. Поэтому его помощь в строительстве перепилятника ограничилась тем, что он выдал инструменты. Так, смотрим, как работает. Запустите, хватит. Ну что, все у вас там. Давай заселять. Вот, давай. Оп. Сейчас улетит. Мам, беги быстрее. Опа. Держите, перепелки такие. Семейное фото с новоселами. Бамбуковые жалюзи – непреодолимая преграда для перепелок. Но точно не для диких животных, которыми кишат джунгли. Посмотрим, доживут ли птички до приезда хозяев. А бальони, между тем, добрались до рынка. Скажите, можно на свободное место остановиться? У нас молочное место. Анализы возьмут, потом станет. Вот сюда? Ну, пойдем. Найти санитарный контроль на маленьком рынке – задача не из простых. По счастью, мудрый папа подсказал взять из дома все имеющиеся бумажки. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы, то вы, документы. Так, смотрите, все, что вот у нас имеется. Фидоров, это же они козу держат. Так и сказали бы. Сейчас я проверю ему. Это достаточно быстро, да? Чтобы мы могли встать. Быстро, вот минут 10 будет. А, отлично. Продукты проверили, продукты отличные. Теперь осталось убедить в этом покупателей. Скажите, пожалуйста, а есть у вас лента с ценником? Сколько вам надо, возьмите. А, можно, да? Конечно. Спасибо большое. Цены указали те, что были на холодильнике. И через 20 минут подошел первый клиент. Сметану и творог. Пожалуйста. 260 рублей. А пакетик есть? Нету. Ой, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Первые деньги? К сожалению, первые деньги оказались последними. За полчаса к прилавку так и не подошел второй покупатель. Но Микки не унывает. Он оставил на торговле тестья с детьми. А сам вместе с женой пошел делать рекламу. Итальянский козималяко. 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 Это самое полезное в мире молоко. Нет, вы знаете, как после него в туалет бегают? Как космонавты. Да. Но это хорошая вещь. Откуда вы? А, Италия. Друзья, Италия. Италия. Супер-пупер. Мой нэм из Владимир. Мой нэм из Майкл. Вот оно, единение народов. Мир дружба, козье молоко. Козье молоко? Нет. Козье молоко? Может, надо на итальянском говорить? Сразу доверия будет больше. Итальянское козье молоко, мадам. Уникальное предложение, господа. Молоко 130. Да, оно козье. Эта тактика тоже не сработала. Наверное, не наш день. Пойдем посмотрим, может, там ребята что-то продали. Вы что-нибудь продали? Нет. Ничего. Было очень непросто продать что-то. Никто не шел на контакт. Синьора, буйджорно. Творожок. Творожок 80 рублей. Ой, спасибо большое. Найти прям подрасчет вы нам. Добрый день, сеньора. Козье молоко. Не проходите мимо. Козье молоко я возьму. Берите, конечно. Спасибо большое. Людей очень мало на рынке. И так это все просто. Так, ребят, правила мы выполнили. Сколько могли, столько и сделали. Нам нужно сфотографировать это все. Будьте добры, женщины. Сфотографируйте нас, пожалуйста. А в Панаме Сидоровы совсем забыли, оправили дома, что мыться нужно в речке. И дом напомнил об этом сам. Ба, света нету. Здрасте, морда. Вот и я умею материться. На нас же предупреждали, что выключают. А что, воды нет? Нет, света нету. Ну, если света нету, насос. Возьми полотенце, пошлите на речку. Но когда увидели речку, желание купаться сразу улетучилось. Я пас, и они говорят, нет, я как-нибудь. Господи, прости, грязный, похожу. Холодная? Раз, два, три. Три раза надо. Хорошо. Ты помыться должен. Все, все, хватит. Нечетное должно быть. Я рискнул после первого раза. Хочет еще, еще, еще. Мыться там можно без проблем. Давай фоточку. Давай. После того, как Макс искупался за всю семью, выдвинулись в город на панамский праздник, о котором говорила Таня. Музыка слышите где-то там? Наверное, там как раз праздник. Недалеко же? Наверное, там, да. Надо спросить. Where is festival? Where are you? Туда, да? А, вот оно. Праздник понравился всем, кроме мамы. Ну, не привыкла Тамара к праздному образу жизни. Работать куда привычней. Фестиваль продолжился сюрпризом. Не каждый день в Далегу приезжают гости из Татарстана. Такое событие нужно отметить подарками. Здравствуйте. Это прекрасно. Спасибо большое. Поздравили там со сцены, все аплодировали. Все было очень круто. Спасибо. Было очень приятно прочувствовать их культуру. Очень здорово. Все нам обрадовались, нам все хлопали. Кроме крутых впечатлений от обмена, Сидоровы увезут с собой диплом почетных гостей города Далега. Но праздник на этом не закончился. И семью пригласили на национальное развлечение панамцев «Петушиные бои». Мне уже плохо. Я не хожу в подобные места. Я очень жалею, что я туда пошла. Это было жестоко. Мы ничего особо не смотрели, взглянули и убежали. У всех упало настроение. Это не для нас. Здесь чувствуется этот негатив, что люди испытывают удовольствие от крови. Примерно так. Ладно, пойдемте. Давайте домой, поехали. Подошел к концу третий день. Время собирать чемоданы. В этом доме есть свой кайф, но жить я бы здесь не стал. Жить абсолютно оторванными от мира мы бы так не смогли. Лучше нашего дома нет. Я убедился, что мы отличная семья и можем жить везде. У папы случилась неприятность перед отлетом, повредил ногу. Панама помогла быстрее заживлять, он расцвел. Обязательно надо приехать в эту страну, посмотреть, почувствовать. Да, не для туристов это как-то все сделано, а жизненно и просто. Подводим итоги бюджета. У Сидоровых осталось 280 долларов, то есть 16 тысяч рублей. У Бальоне 590 рублей. И долг перед папой Татьяной. Трехдневный интенсив по выживанию в чужом доме завершен. Участники высказывают все, что накипело, и фиксируют впечатление на видео. Дорогой дом, затерянный в джунглях. Мы влюбились в тебя. Ты такой странный. В крокодиловой шкуре и кожи. Без шуток домой приедем, на кухне такие же полы сделаем. У тебя так же, как и в России, отключают электричество и воду. И самое главное, чтобы в твой дом не залезали такие прекрасные существа, как игуаны. Вот и. Сфоткайте меня быстро. И рядом эти джунгли, которые я очень сильно боюсь. Но ты зря так про джунгли. Вспомни хотя бы тот бамбук. О, вообще легкий. Это же прекрасный строительный материал. Дом, подарили мы тебя кролика и перепелок. Сохрани их. Мы желаем тебе как можно больше процветания. И чтобы тебя не съедали джунгли. Мы любим тебя. Адьос. Адьос, Панама. Дорогой дом, эти три дня нам очень понравились. Первый раз мы попробовали ловить рыбу и косы гонять. Я думаю, что родители ничего не хотят сказать. Им не понравилось вот здесь жить. Почему-то я не захочу сказать. Привет, дом. В тебе жить невозможно. У тебя нет и телефона. Не дай бог, что случись. До города далеко. Обратиться некому. Привет, дом. Ты, конечно, трэшовый. В тебе только коты могут жить. Согласна. Хотя хозяйство у тебя классное. Ой, мама моя. И научилась делать сметану и творог. У тебя столько молока, как будто ты сам коза. Мы бы не смогли в тебе жить. Но зато ты объединяешь самое главное. Родных и близких людей. Дети! Как классно, что ты приехал. Чао! Чао! Вернувшись домой, Тамара с утроенной энергией начала делать в кухне такой же пол, как в Панаме. Дети трудятся вовсю. Они согласились поддержать маму в создании небольшой домашней сыроварни. Бальони же, вернувшись домой, застали клетку с перепелами пустой. По-видимому, у лесных хищников был неплохой завтрак. А кролик жив, и теперь непонятно, что с ним делать. Папа хочет поджарить его на гриле, а дети растить и воспитывать. Зато решили больше никуда не переезжать. По крайней мере, в ближайшие пару лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова